Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Забыть нельзя. По всему миру прошла акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. О святом образе в Москве открылась крупнейшая выставка православных икон. Фестиваль парусного спорта, гастрономии и музыки подарил жителям и гостям Санкт-Петербурга праздник на побережье Балтийского моря. А теперь подробнее об этих и других новостях. Масштабной мемориальной акцией «Свеча памяти» у стен Музея Победы в России начался День памяти и скорби. Ровно в полночь 22 июня дали старт мероприятию, посвященному 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Подробности далее. Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» ежегодно проводится в День памяти и скорби. В этом году представители органов исполнительной власти и общественных организаций, волонтеры, военнослужащие, а также курсанты военного университета в знак памяти по числу дней войны зажгли 1418 свечей. Одновременно на здании Музея Победы спроецировали грандиозную видеоинсталляцию. На фасаде загорелось столько же частиц «Вечного огня» и слово «Помни». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Акция началась с концерта образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации. Солист Евгений Кунгуров исполнил песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым зажег факел от «Вечного огня» и передал пламя участникам акции. Ощущения одновременно и грустные, и счастливые, и теплые. Когда появилась надпись «Помните», сразу проявляется смысл этого мероприятия. Мы в нем участвуем в первый раз. Смысл в том, чтобы почтить память героев, которые погибли в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие около 4 тысяч человек. У стен Музея Победы представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» посоздали плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой» из 10 тысяч свечей. Это изображение было выбрано в память о грандиозном сражении – битве за Москву, 80-летие которой недавно отмечала вся страна. И в продолжении этой темы. Сотрудники Русского центра фонда «Русский мир» при Юго-Осетинском государственном университете имени Александра Тибилова, а также студенты этого университета, приняли участие в акции «Пусть свечи памяти горят», приуроченной к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. А теперь к другим новостям. Фестиваль «Русское зарубежье» начал свой путь по городам России. Специальные выставки поведают о знаменитых горожанах, которым волею судеб пришлось покинуть свою родную страну. О тоске по дому, застывшей в глазах целого поколения, в материале Дарьи Валиахметовой. История русской миграции неразрывно связана со страшными событиями революции и гражданской войны. Именно они заставили цвет русской интеллигенции навсегда покинуть страну. Их вклад в мировую науку, культуру и экономику был огромен, ровно как и желание вернуться назад. Труды и достижения наших соотечественников не должны быть забыты. Во-первых, важно узнать про то, что это было. Про то, что после того, как произошла первая волна эмиграции, после Октябрьской революции уехало большое количество людей, о которых невыгодно было рассказывать ни в коммунистической России, которая создалась после этого в советской стране, ни там за рубежом. В этом году фотовыставки пройдут в шести городах страны. Выбраны они не случайно. Именно из них уехали промышленники, художники и государственные деятели, информацию о которых удалось отыскать в архивах. Большинство представленных снимков сделаны выдающимся фотографом из числа русских эмигрантов Петром Шумовым. Рассказываем про их земляков и соотечественников, которые уехали из этого города, которые жили в этом городе и которые внесли вклад и там, и были заметными деятелями городскими, и у себя на родине, потом уехали, чего-то добились, и они на самом деле малоизвестны у себя в городе. Иногда бывает так, что земляки узнают о своих уроженцах, тоже своих мест, и удивляются, потому что на самом деле информации очень мало. В планах фонда вывести фестиваль на международный уровень. Уже сейчас потомки русских эмигрантов в Сербии, Франции и других странах активно помогают в поиске информации в заграничных источниках и ждут скорого приезда выставки. Дарья Валиахметова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». В музее русской иконы состоялось открытие выставки «Россия в ее иконе». Самая крупная коллекция русской иконописи, демонстрирующая 500 лет русской культуры и истории, впервые выставляется в полном объеме. Большинство работ были не так давно найдены за рубежом и возвращены на родину. Экспозиция занимает целых два музейных этажа. Здесь можно увидеть развитие русской живописи от средневековых работ до редких послереволюционных икон. Строгие лики старообрядческих святых, барочная роскошь и новооткрытые работы строгановских мастеров на изучение всей коллекции придется потратить не один час. Эта выставка отличается особой полнотой. Собрание представлено в экспозиции. Эта выставка отличается особым разнообразием представленных здесь стилистических течений русской иконописи одновременно тем, что, собирая, выбирая икон для своей коллекции, Игорь Сосолятин руководствовался не только их художественным качеством, но и их историческим значением. Основу выставки составляют произведения, вывезенные из России много лет назад и спасенные усилиями коллекционера. Именно эта судьба ждала одной из самых древних и ценных икон. Распятие, тонкая работа русских мастеров конца 15 века, долгое время считалась безвозвратно утерянной. Она была вывезена в Великобританию на выставку в 30-е годы и вернулась домой только спустя десятилетия. В сущности говоря, перед нами иконы, которые относятся к эпохе Средневековья, к концу 15-го, 16-го, 17-го века, к новому времени и показывают то, насколько активно развивалось это искусство, насколько велик был его потенциал, сохранявшийся вплоть до начала 20-го века. В коллекции также находятся личные иконы императорской семьи и множество иных памятников русской иконописи. Успеть посетить выставку можно до конца сентября. Фестиваль парусного спорта, гастрономии и музыки «Паруса Кронштадта» прошел на побережье Балтийского моря. О том, как участников учили артиллерийскому и морскому делу под выстрелы пушек и современные композиции, в репортаже с места события. «Паруса Кронштадта» – фестиваль, который входит в программу Петербургского международного экономического форума. Хотя и по уровню организации и масштабу проведения чувствуют себя самостоятельным событием. Тематические зоны для любителей размеренного отдыха, для детей помладше – шатер с рисованием и раскрасками. Или секция каллиграфии – здесь уже требуется выдержка и терпение. Весь процесс воссоздан с исторической точностью. В детской зоне не протолкнуться, вырезанные из дерева игры пришлись по душе всем без исключения. И даже взрослые увлеченно пытались разгадать все головоломки и переиграть друг друга. Но и детям скучать не пришлось. Местные гардемарины подсказали, что еще приготовили организаторы фестиваля. В нашем лагере вы можете посмотреть на мушкеты, на шпаги Петровских эпох, посмотреть на анбундирование солдат тех времен, сидеть за столом с солдатами Петровского времени, ну и послушать музыку. На территории форта великий князь Константин среди пехотинцев и артиллеристов петровских времен словно переносишься в XVIII век. Мушкеты, шпаги, парусники и даже гильотина – и все это не музейные экспонаты. Новая иерспективная точка на аркаде пехотинской географии Петербурга, именно так нас создавали в городские власти. Мы стремимся использовать инфопомоды, которые богат в Петербурге, в том числе это 350-летие Великого царя реформа Петра Первого. И, как видите, тематически и по активности, по стилистике, фестиваль Паруссо-Гранштадта 2022 года, он посвящен в первую очередь этой идее. Апогей праздника реконструкции абордажа шведского корабля «Астрильд» под руководством самого царя-императора Петра Великого. И, кажется, настал тот момент, когда все, чему учили гостей в течение дня, пора применить на практике. После насыщенной программы на выручку приходят кулинарные мастер-классы, большой фудкорт и концерт. «Ветер», «Музыка», «Еда» – второе название фестиваля отлично отражает все его достоинства. Не подвела даже погода, все гости словно почувствовали себя частью команды настоящего корабля, который пробирается сквозь грозные волны Балтийского моря. Альбика Ильясова, Кирилл Ислентев, специально для «Русского мира». О самых интересных событиях из жизни «Русского мира» вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова